всем привет сегодня у меня очень нейтральное такое видео про сад я решила что раз сезон наступил я должна вам буду наверное как бы месячный отчет делать хотя бы по состоянию дел в саду особо сильно я понимаю что эти видео не вызывает интереса это просто так отвлечься от всего и вам немножечко может быть поднять настроение вот солнышком на свете какое солнце и показать что у меня здесь и какие планы в общем то у меня вот это новенький сидит в моем такие штучки это лавровый лист bay leaf я использую и для готовки когда использую я снимаю листья снизу вообще очень хорошее крепкое такое дерево свежие очень ну как зима она простояла прекрасно продержалась и ну зима на сами понимаете конечно не сибирской я хотела поставить в кухне в углу у себя там где выход у нас вот на сюда в сад а вообще мне в садовом центре сказали что они очень любят чтобы вокруг них было как бы ну хорошее воздушное пространство иначе дерево может погибнуть если в помещении держать поэтому пришлось вот поставила на улицу здесь у меня пока не в каком состоянии это все будет сделано попозже мы через две недели уезжаем на канары поэтому у меня еще сейчас некоторые такие дела в связи со сборами предстоят там шкафы надо разобрать все такое но поэтому я особо сильно садом сейчас не занимаюсь вот сюда еще корзинки повешу он ричард на кухне хозяин что у меня вот повешу сюда и сюда корзины это летом и кашпу тоже так же еще пока не сделала вот пока так сказать проверяю что у нас розами розы я подрезала эти сделал видите вьющиеся я не помню я видео делал или нет но пошли хорошо и сразу видно что им нужно пространство им нужен угол наклон правильный по-моему я делаю иди кстати да вот и в общем-то пока это все выглядит довольно неплохо я думаю что где-то пока бутонов ой маленькие есть а есть бутоны смотрите вот это значит ну я думаю наверное недели три может быть и обычно розы в мае распускаются начинают посмотрим чем дело кончится вот это здесь у меня переплетение идет немножечко не то что нужно было бы я разберусь с этим наверное отдельно клименти с розами вообще очень хорошо растет всегда а вот так его надо иногда надо направлять перенаправление делать потому что иногда они ведут себя по глупому а вот вот он это же у клименти с уже сейчас очень хорошие бутоны впереди особенно вам покажу впереди дома сейчас вот дойдем когда ну ладно это я потом перевью по местам что здесь тюльпаны с нарциссами дружно хорошо вот розы банановые корки витте положил чтобы для роз очень хорошо это потасиум потасиум как по-русски то господи калий кажется да не помню вот здесь некоторые степени есть немножечко безобразие климатис там попадал там еще что-то но в общем то в принципе красиво это всегда смотрится вместе когда вот эти все видите бутоны вот когда они все раскроются это будет у нас уже совсем весна обычно это дело в мае и очень красиво когда климатис именно и и роза вместе вот сейчас я вам покажу что творится дальше все нас жасмин жасмина 21 какой-то очень как странно повел себя вообще никак практически это было здорового магазина представляете вот здесь есть живая как бы вот идет одна живая ведь ветвь хотя у меня особо не особо сильно это радует он какой-то полудохлый а вот этот вот куплен вообще чуть ли не я не помню в каком-то купил это возле я выкупила возле вспомнила сейчас до чуть ли не за 5 фунтов что ли очень какой-то такой был я купила в прошлом году и вот он у меня сейчас очень хорошо как бы пойдет я думаю что здесь у нас мебель пока мы еще это все надо будет открывать мыть это мы все покрасим это мы красим вот такой же краской речи покрасила на там калитку вчера видите надо забор красить и и сарай надо покрасить но здесь hydrangea гортензия хорошо пошла это вот как раз гортензия которую не подрезают она растет вот на старом этом самом вырастают новые новые почки открывается это вот роза я и наклонила видите как положено и вроде бы неплохо идет тоже это все но еще рано еще сегодня чуть 10 апреля сегодня моему папочки было бы 83 года папа у меня умер сну те кто меня знает знаете 45 лет ему было вот это климатис тоже хорошо с розой это будет красиво я хочу чтобы та роза которая у меня вон там и она идет вот сюда и климатис тоже там идет видите он там где ветка идет если не знаю видно вон там вот это пойдет так и хочу чтобы вот эти две встретились нам ну на каком-то этапе наверное это произойдет вот калитка ричи скрасил наше стало более-менее приличного цвета что здесь сюда я пересадила гортензию которая у меня была такая она была знаете не очень она росла в земле там я другую посадила вот вот березка с почками вот моя я в честь бабуленьки посадила своей вот все что в память вернее вот розы вроде бы ничего некоторые розы не так хорошо пошли как я хотела бы клемейтесь вон этот очень хорошо повешал придет по по забору видите поднимается цветы будут такие они смешные мохнатые сначала потом когда раскрывается красивый тюльпаны нарциссы надо побольше посадить что-то они мне не очень хорошо зашли у нас было гораздо больше нарциссов и тюльпаны прям были клумбами такими что-то они у нас в этом году немножечко захерели извините если это не литературное выражение но она как бы отражает отражает сущность вот видите некоторые розы как бы таком нормальном состоянии а некоторые немножко помедленнее чем мне бы хотелось тюльпаны всякие разные вот эти штуки мы красили это я красила уже решетки видите чтобы особо не бросалась глаза и потом наверное вот красивые там розовые красные розы на этом фоне будет лучше смотреться чем скажем темный фон дома белая решетка и и еще и цветы ну вот приму на везде слушайте я так бзикнулась на украшениях я покажу вам свои свои брошки у меня наверное сегодня не может быть не будет времени на на youtube а может быть сделаем но если без макияжа поэтому я вам покажу так вот так но так руками вот мои прямые что еще сирень сирень распускаются почки магнолия очень короткий срок к сожалению цветение буквально вот ну недели две назад наверное вы видели у меня на инстаграме была картина картинка с бутонами а это вот она уже видите отцветает хотя очень красиво когда она в цвету вот это короткий промежуток времени она очень красиво и доставляет радость вообще я люблю красивые листья хорошие такие и прямо под окном у нас это это коридор лестница где между первым и вторым этажом это сирень вот сиренью мама очень любила это опять же вот вертикально это повесил синий у нас эта штука решетка трелис и вот эта красная роза здесь у нас вот видите некоторые розы прям вот казалось бы да один и тот же куст здесь вот видите активный такой идет оживленное все а вот некоторые ведь ветви не совсем а вот эту ручку очень медленная на типа эти самые пионы видите чего уже головки уже есть бутоны сейчас вам покажу вот ведь да это бутоны пенчики пион у меня очень очень хорошо прошлом году были очень красивые а вот наш домик перед дома вы видели вчера на инстаграме вишню это поставила она так красиво утром вообще такая сказка утром очень красиво вот эту гортензию сюда посадила смотрю иногда соседские эти самые ничего не не делают они гортензии такие огромные вот у нас опять же кремитесь видите уже какие хорошие пошли тончики вот это мой опять моё кашпо примуны с корзинками пока сейчас ничего не буду делать очень хорошо научилась прошлом году посадила всю кучу денег истратила много времени труда и у меня все примерзло потому что в конце апреля были или где-то в середине апреля по мы были какие-то странные заморозки вот а сейчас а вот магнолию это она как-то тоже что быстро отцвела эту которую мы купили все-таки а вот здесь тюльпанчики дружные такой весенней семьей вот этому вам месячный отчет я вам а вот что хотела показать и вдоль дома не показал вестерия в этом году это как глициния до хорошие у меня бутоны и я думаю что потом я вам покажу а вот что еще опять эти алые это голландские тюльпаны я посадила вот пожалуйста пионы опять же видите бутончики вышли там не гвоздики вот еще садик такой но я конечно понимаю что это все лето не продержится потому что примулы они как бы но уже прекращаются из цветение свое примерно где-то в мае в апреле то есть в мае в июне уже и летом они не цветут как правило вот но там я посмотрю что замена вот моя красавица гвозд программы видите какая чудесная такое цветение чудесно здесь вот еще 2 гортензии которые вроде бы в себя пришли немножко они были в каком-то полуобморочном состоянии у меня в прошлом году и в общем-то цветение у меня не было я надеюсь что будет что будет вот здесь еще одна роза на вертикальном трейлисе вот на таком которая розовая она очень активная на очень пышно красиво цветет много цветов и я надеюсь что в этом году она меня тоже порадует ну вот еще кашпо что еще вам показать вот магнолия вот это магнолия у нее то есть не магнолия камелия у нее больше какая-то сила такая стойкость у нее есть она вообще у меня как-то зачахал сначала когда мы перевезли из старого дома а вот клеметис упал что-то он мне его надо поднять это надо срочно сделать это я приду сейчас вернусь сделаю ну вот и все мои дорогие вот вам мой обзорчик желаю вам всем хорошей недельки чтобы все было все хорошо и до новых встреч